Приказы пока не выполняются, город продолжает зарастать не только борщевиком, но и мусором. Спустя два дня после озвученных поручений глава городадминистрации напомнил, что ждет ответственных. В Кирове стартовал проект «Городская электричка». Теперь в часы пик добраться из Ново-Вятска до Кирова и обратно можно по железной дороге. И впереди у железнодорожников большие планы. Они собираются создавать ни много ни мало целую сеть наземного метро. Около 800 кировчан не выпустят за границу, потому что они получили красные квитанции от КТК. Подробнее об этом не только расскажем в специальной рубрике. Устроили странные поминки отца, брат с сестрой во дворе на улице Попова. Они выпивали до тех пор, пока девушка не упала на землю. А подросток при виде полицейских повел себя и вовсе не как брат. Подробности в рубрике «Место происшествия». Портфели, констовары и развивающие игры уже начали принимать. В Кирове стартовала ежегодная акция для детей из многодетных и малообеспеченных семей «Собери портфель». О событиях среды 1 августа расскажет информационный канал «Город». Студия Артем Миронов. Здравствуйте. Город продолжает зарастать не только борщевиком, но и мусором. От кировчан продолжают поступать жалобы. Хотя еще в понедельник Илья Жульгин дал теруправлением ровно два дня, то есть до среды, чтобы разобраться и с борщевиком, и с мусором. Тогда он напомнил управляющим компаниям, которые обязаны вывозить свалки со дворов, но этого не делают, о том, что их ждет лишение лицензии. А с теруправлениями, которые забывают про заросли борщевика, начнет разговор в другом русле. Подробности в материале. Чего-то каждый день больше и больше. Рядом с домом 136А по улице Ленина уже несколько месяцев огромная свалка строительного мусора. Вокруг баков жители соседних домов скидывают двери, столы, доски с гвоздями и старые матрасы. Местные жители говорят, мусорщики вывозят отсюда только бытовые отходы из контейнеров. Все остальное не трогают. Кто-то хотелось бы, чтобы предприняли. Нашу управляющую компанию звоним, вроде как бы они хотят тоже что-то действовать. Но пока вот как есть, так есть. Опасной свалкой бытовых отходов оброс единственный мусорный бак во дворе 112-го дома на улице Свободы. Большая куча мусора уже не раз горела, а огонь переходил на деревья и даже на припаркованные рядом машины. Местные жители говорят, что тушить выбегали с ведрами. О том, что мусор отсюда нужно своевременно вывозить, управляющая компания, по всей видимости, забыла. Я здесь не живу, но вижу, что накопилось, конечно, большое безобразие. Гадюшники, вот смотрите, это уже не одну неделю. Я думаю, что для администрации города виновата. А кто еще? Сах этим же заниматься должен. На городские свалки мусора кировчане жалуются в социальных сетях уже несколько месяцев. Последнее сообщение с улицы Воровского, из микрорайона Ленгасово и поселка Сосновый. В городской администрации говорят, что за вывоз таких свалок несут ответственность управляющие компании. Нерадив их, в ближайшее время собираются лишать лицензии. Некоторые управляющие компании почему-то думают, что можно в этот период мусором не заниматься. Они не заключают договоры, сокращают количество в договоре, сокращают количество контейнеров. И с этим управляющим компанией, я вас уверяю, мы сейчас разбираемся. Вот та самая детская площадка рядом с 47-й школой, о которой мы рассказывали неделю назад. При игре в футбол дети часто выпинывают мяч за забор. А за забором растут огромные плантации борщевика, которые глава администрации Илья Шульгин поручил своим подчиненным выкосить в течение двух дней. Но, как мы видим, сегодня никаких изменений не произошло. Борщевик как был, так и есть. Страшное дело. Я видел там в районе ТЭЦ-5, его много. Но чтобы здесь, даже не по себе. Очень печально. У меня там дети бегают. На заросли борщевика в последнее время поступает много жалоб и не только с улицы Упита. Еще улица Северосадовая, район спорткомплекса Дымка. Там тоже без изменений. Последний раз мы там были в понедельник. Периодически скашивают. Но в этом году не видела. Ну, вон вдоль тротуара выкашено и все. И все, дальше никуда не... Ну, как вот рост, так и растет. Илья Шульгин, давший на выкос опасных плантаций теруправлением два дня, собирается устроить рейд по городу, но только в конце недели. То есть сжалился и дал еще два дня на борьбу с борщевиком. В случае невыполнения поручения, по словам главы городадминистрации с теруправлениями, будут разговаривать уже дословно по-другому. Артем Миронов, Никита Рябинков, информационный канал «Город». В Кирове стартовал проект «Городская электричка». Теперь в часы пик добраться из Нововятска до Кирова и обратно можно по железной дороге. И впереди у железнодорожников большие планы. Они собираются создавать ни много ни мало целую сеть наземного метро. Итак, пока что существует только восточная ветка. В утренние и вечерние часы пик электрички курсируют до станции Поздино через Луговые на Кировский вокзал. Поездка занимает около 15 минут. Как уверены в РЖД, это разгрузит пассажирпоток из Нововятска и позволит быстрее добираться до центра. И проезд, как на общественном транспорте. Проработан вопрос с региональной службой по тарифам. И именно на участке Киров-Поздино тариф составляет, как в общественном транспорте, 22 рубля. Ранее тариф составлял 48 рублей. Но уже возникает ряд нюансов. Чтобы жителям 41-го района добраться до города, нужно ехать на автобусе до станции Поздино около 15 минут. Еще 15-20 потратить на электричку. И еще какое-то время займет пусть до места назначения в центре города. Впрочем, у железнодорожников грандиозные планы. Восточную ветку со временем они продлят до окраины Нововятска. Как раз до 41-го района. Будет и создаваться так называемая северная ветка от вокзала до станции Матанцы. Это в районе Ганина. Планируется строить и железнодорожные городские остановки. Более того, есть план задействовать и кольцевую ветку. ЖД-вокзал, Киров-Котловский, Лепси, Заводская и остановка вблизи Порошина. Но пока что эти планы расплывчатые и могут затянуться года так до 2026-го. Не прошло и года в Кирове появилась единая диспетчерская служба 112. Кировчан не выпускают на отдых за границу из-за КТК. А в Седоровке открылся первый детский сад с ясельной группой. Подробности далее. Наш эфир продолжает рубрика короткой строкой. В Кирове начала действовать единая диспетчерская служба спасения 112. Но пока она работает в тестовом режиме. Операторы уже приняли первые звонки. Кстати, работает этот сервис только у оператора МТС. Остальные операторы сотовой связи присоединятся к проекту в течение месяца. Около 800 кировчан не смогут выехать за границу из-за долгов перед теплоснабжающей компанией. Задолженность каждого составила более 30 тысяч рублей. Им пришли так называемые красные квитанции. Такого же цвета счета пришли еще сотни жителей области, долг которых стремительно приближается к отметке в 30 тысяч. В Кировской области в августе ожидается высокий уровень пожароопасности в лесах. Причем в зону поражения попала вся область. Об этом сообщает авиалесоохрана со ссылкой на данные гидромедцентра. На территории Приволжского федерального округа настолько же серьезная степень пожарной опасности в лесах, кроме Кировской области, коснулась Удмуртии и Перми. По федеральной программе безопасные и качественные дороги в Кирове ведутся работы на 28 участках дорог. Так, например, сейчас дорожники работают на улице Верхосунской. Оттуда поступало много жалоб на соседних Лыновской, Пугачево, Учхозе и в Нововятске. В этом году уже сдано 30 объектов протяженностью более 30 километров. Всего по федеральной программе необходимо сделать до конца сезона 94 километра на 82 участках дорог. В Сидоровке открылся новый детский сад. На его месте раньше была старая, непригодная для учебы школа. На президентские субсидии это здание отремонтировали и завезли современное оборудование. Детский сад вместит порядка 75 детей из Сидоровки, Порошина и не только. Также там появится и первая в Кирове ясельная группа. Впереди еще много интересного. Смотрите во второй части нашего выпуска. Устроили странные поминки отца, брат с сестрой во дворе на улице Попова. Они выпивали до тех пор, пока девушка не упала на землю. А подросток при виде полицейских повел себя и вовсе не как брат. Подробности в рубрике «Место происшествия». Портфели, констовары и развивающие игры уже начали принимать. В Кирове стартовала ежегодная акция для детей из многодетных и малообеспеченных семей «Собери портфель». Выступление парашютистов, перекрытые дороги и выключенный фонтан. Сегодня стало известно, как в Кирове отпразднуют день воздушно-десантных войск 2 августа. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Устроили странные поминки отца, брат с сестрой во дворе на улице Попова. 17-летний Олег и 20-летняя Юлия выпивали до 4 утра. Да так, что девушка упала на землю и уснула. А подросток повел себя вовсе не как брат. Во двор зашли полицейские, а парень прихватил сумку сестры и попытался от них убежать. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вместе с сестрой Юлией он сегодня ходил в бары и поминал своего отца. Но сестра перепела и уснула. В итоге полицейские дождались скорую помощь и передали Юлию медикам. Подозревать Олега ни в чем не стали. Впрочем, скорее всего, инспекторы ПДН проведут с мамой подростка профилактическую беседу о пьянстве и прогулках в 4 утра. На поиски развлечений направились с виду пьяные приятели на фольксвагене «Тигуан». Сначала им захотелось насладиться пейзажами у береги Вятки. Они поехали в кафе возле реки. Затем друзьям захотелось петь и плясать, и подвыпившие энтузиасты через весь город полетели в караоке-бар у ЖД вокзала. Правда, их маневры заметили активисты ночного патруля. Коша, ты ездился? Нет, я не ездился. Я все равно не ездил. По словам водителя Максима, он с другом отмечал сразу несколько праздников. У нас там много денег, и ДНД, и ДНД, и ДНД, и ДНД, и ДНД, и все вместе. Услуга и трезвый водитель Максим не воспользовался, и теперь его ждет лишение прав. Вскоре на место задержания приехала трезвая и недовольная супруга нарушителя, которая лишила его машины. Жительница Кирова-Чапецкая подозгла своего 55-летнего сожителя. По словам очевидцев, это была месть за постоянные побои. Квартира вспыхнула вечером 31 июля. Женщина подозгла в квартире газету и бросила в мужчину. В комнате вспыхнуло кресло, а затем и все помещение. На место выехали три пожарных расчета. Десятерых жильцов эвакуировали. Сожителя хозяйки квартиры доставили в реанимацию. Он получил 80% ожогов тела. В результате пожара в квартире обгорели стены, закоптилось имущество. Соседи погорельцев рассказали, что из-за ЧП оказалась затоплена квартира на втором этаже. Шубы из мехового салона на первом этаже дома не повредились. Портфели, констовары и развивающие игры уже начали принимать. В Кирове стартовала ежегодная акция для детей из многодетных и малообеспеченных семей «Собери портфель». Сбор благотворительной помощи для школьников перед началом учебного года начался в библиотеке имени Лобовикова. Сюда может прийти любой желающий и помочь собрать самые нужные вещи для маленьких школьников. Переносить можно любые констовары, тетради, книги, развивающие игры, портфели, ранцы и другие полезные вещи. Все они помогут собрать в школу детей из многодетных и малообеспеченных семей. То есть эта акция у нас очень распространенная, у нас принимает и поддерживает нас наши школы, расположенные в нашем микрорайоне, библиотека имени Лобовикова, Дюц Октябрьского района и, конечно, неравнодушные жители нашего города. Благотворительная акция «Собери портфель» проходит в нашем городе уже четвертый раз. По словам организаторов, ежегодно помощь получают сотни детей. Школьные принадлежности можно приносить на улицу Монтажников 22 в библиотеку имени Лобовикова в Дюц Октябрьского района каждый будний день до 3 сентября. Выступление парашютистов, перекрытые дороги, выключенный фонтан. Сегодня стало известно, как в Кирове отпразднуют День воздушно-десантных войск 2 августа. Мероприятие стартует у здания филармонии. С 10 часов утра там начнется торжественный митинг ветеранов и воинов ВДВ. Затем по улицам Казанской и Московской пройдет праздничная колонна. У Вечного огня ее участники возложат цветы, а в полдень праздник продолжится в Порошино. Там гостей будет ждать концертная программа и показательное выступление парашютистов. Стоит сказать, что из-за мероприятий с 10.30 до 11.00 перекроют улицу Казанскую от Орловской до Пятницкой, Московскую от Казанской до Набережной Грина, Динамовский проезд и Пионерский переулок. Фонтан на Театральной площади выключат на всякий случай. Такой была эта среда, 1 августа. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 470706. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова. Первый городской канал». В студии для вас работал Артем Миронов. Увидимся в городе. Субтитры создавал DimaTorzok